Вот сюжеты дураки и дороги. Все понимают, что я бы мог показывать тех людей, которые себя ведут, как дураки. Их очень много, кстати. Другой сюжет о дорогах. Конечно, вы бы хотели, чтобы у нас были дороги идеальные, но это не получится. Вы вообще где живете? Это понятно, что в Анталии там дороги закатали. Вот, мягко говоря, по тем дорогам никаких других машин не ездят. А если ездят, то есть специальные контрольно-весовые пропускные пункты. И поэтому дорога очень долго может стоять. А что же у нас такое? А у нас лето, это, извините, три месяца в году, когда тепло. А потом начинается вода, которая затекает везде, всюду. И которая потом рушит весь асфальт. Тут другого и не получится. То есть каждое лето нам необходимо делать новые дороги. Кто это делает? А у нас есть одно такое местечко. Помните это слово мною непридуманное? Дураки и дороги. Я как-то говорил и продолжу это вновь. По количеству дураков мы на первом месте. И вот вам типичная информация. Перекресток без полос. По сути, надо бы понять, что движение слева и налево. Но да как же? Можно и справа-то налево повернуть. Ну хотя бы разметочку сделали топ. Вопрос номер два. Опять дорога и без разметки. Ну да ладно, что те, кто слева, могут двигаться вперед. Но главное, чтобы тот, кто посередине, налево не повернул. И это к слову о дураках. Теперь дураки другие. Я конечно понимаю, что у нас в дом дело-то святое. Но извините, зачем же гадить людям и в подъезде, и рядом, и на дорогах? Вам что, сложно что ли купить сумку и туда весь мусор собирать, а? А потом в мусорку. А ведь это же метут каждый день. Но вы-то этого не видите, потому что уборка дорог проводится ночью. Может быть хватит свинить и на дорогу, и на то, что рядом, а? Конечно, все это здорово, да. Но казалось бы, люди тратят суммы гораздо больше, чем у нас. То есть есть люди, которые тратят по 100, мы по 40 рублей. А сколько мы тратим на дороге? Ну, на квадратный метр, где-то около 15 рублей тратим за годовое содержание. Позвольте, позвольте, кто-то тратит 100, а мы 15? Да, ну так, там правые центры, там республиканские центры, они могут позволить себе. Но у нас дорога-то лучше? Ну, в целом мы не хуже смотримся. В целом не хуже смотримся. Но если мы будем, так скажем, сорить в своем доме меньше, то будем выглядеть не хуже их. То есть надо объяснить людям, я вот просто понимаю, по городу езжу, смотрю, люди и бычки тушат от дороги. Зачем это делать, я понятия не имею. Мало того, люди приезжают в рестораны, да, и все это везде и везде и везде и всюду. То есть вы же, получается, дороги моете, правильно? То есть можно хотя бы на этом деле сэкономить? Конечно, конечно, конечно. Если мы будем меньше сорить, то мы за то, что у нас финансирования недостаточно для нормативного, до нормативного, мы бы могли больше охватить город, поселки и так далее, тому подобное. Но сегодня, понимаете, не только мы бичками засоряем дороги, но и самосвалами вывозим мусор не до свалки, а завернули за кусты, вывалили. Это ужасно, это не по-хозяйски, так скажем. Это же наш дом, мы целая семья такая. У нас город прекрасный, красивый, вот сколько не ездил, у нас город смотрится относительно очень, очень прилично. И его надо, так скажем, в чистоте держать. Вот это наше мнение. И не надо тогда тратить большие деньги на содержание, а можно и зарплату учителям поднять где. Это же карман один. Вот весь вопрос. Да, конечно, нам не до областных центров. Там на содержание дорог сумма выписывается в 6 раз больше. Да, мы понимаем, то, что в городе ремонтируют ДСУ и делается круто. А то, на чем ездить-то и не хочется, в ремонте автобаны. Но чуть больше нашего внимания. И главное, плавнее движение. И, конечно, хотелось бы проскочить под 80. Но и 40 катится через наш маленький город-то легко. А в нашем городе с севера-то на юг всего 12 километров. Да вы посмотрите на тех, кто экономит колодки и проезжает на зеленый. Включайте мозги, и наш в действительности замечательный город станет лучше. И в заключении, чтобы вы поняли, ребята, давайте все-таки не будем устраивать на дорогах то, что не нужно. Вот при мне сейчас только покосили травку. Я попрошу, чтобы по всякому посмотрела. Это вот что такое? Это что такое? Я вообще не понимаю, ребят. Если вы ездите, то я вот, допустим, в машине так же кушаю, так же в ресторане кушаю. Но потом все это дело довожу до мусорки. И там все это дело выкидываю. Вы что, другие товарищи, что ли? Вот мы о чем сегодня и говорим. Что прежде чем с кого-то требовать дороги, надо самим потихоньку включать свои мозги. То есть не какать там, где мы живем. А дороги это то, на чем мы живем. Потому что без машин мы бы не работали. Давайте и об этом тоже подумаем. Продолжение следует...